Брендовому празднику Беломестнинские холодки всего два года от роду. Но родился он на вековых традициях. Это престольный праздник села Беломестное. И отмечают его в День Святой Троицы. Это ж таки радостный день, что усё таким, каким-то божественным, усё пахнет везде. Усё скрещает, и все так радостно идут у церковь. И все сегодня причащались. В усторг просто какой-то. Здесь всё смешалось. Православные и обрядовые традиции. Но от этого они только крепче, потому что народные. Существовал защитный обряд. В этот день люди брали обычно травы, полынь, зверобой, тысячелистник. Шли в церковь, покупали семь свечей и ставили за здравие. Читали молитву в честь Святой Троицы. И просили Троицу, чтобы оберегал жилища, их жилища. И дал им здоровье, и оберегал в течение года скот, поля, огороды. В этот праздник очень девушки любили гадать. Они, допустим, брали деревянную ложку и бросали в ветви берёзы. Берёза – главный символ этого праздника. Если она запутается, значит, девушка выйдет замуж. А если упадёт, значит, в этом году девушка не выйдет замуж. Беломестинские холодки – это и концертная площадка лучших творческих коллективов сельского округа, народные игры и забавы. Это и хороший повод изучить запасы бабушкиного сундука и показать себя в исконно народном костюме, который бережно передаётся из поколения в поколение. Все гости праздника в этот день научились плести венки, делать своими руками сувениры. Всего за несколько минут у меня получился вот такой мой личный женский оберег. Теперь я буду его хранить. Это кукла Троица. На неё раньше гадали на женихов и невест. Девушки плели вот такую травяную куколку, ведь трава – это символ Троицы вообще, понимаете? Плели такую травяную куколку, вставляли в неё три веточки берёзы. Одна веточка была сухая, другая – с серёжками, а третья – обыкновенная, с листочками. И вот если потом закрытыми глазами вытаскивали эту веточку девушки, если попадала с серёжками веточка красивая, значит, жених будет богатый и состоятельный. Если сухая, конечно, старый, плохой. А если обычная веточка, то обычная жизнь девушку ждала. Заходите, девочки, заходите, заходите. Импровизированная беломестненская хата – место паломничества современных туристов. Чугуны, ухваты, керосиновые лампы и угольные утюги – предметы быта прабабушек у этих юных беломестниц вызывают настоящий восторг и безграничный интерес. Как они это вышивали, где они эти брали нитки, это просто остаётся настолько вот интересным, настолько вот замечательным, красивым такой рисунок. И память наша, мы очень гордимся тем, что мы это всё сохранили, что у нас это всё есть. И, конечно, наши русские традиции – это память о своих родителях. Это всегда в каждом доме были вот такие вот фотографии в рамках, самодельные рамки, но они настолько были дороги. Здесь на этих фотографиях и бабушки, и дедушки, все поколения. Впрочем, и тем, кто постарше, здесь тоже есть на что посмотреть. Например, обряд «Берёзовая каша». Чтобы желания, загаданные в этот день, сбылись, нужно похлестать друг друга берёзовыми прутьями. А можно и погадать на берёзе. Наша берёзка сегодня именинница. И она, как бы, благодаря за то, что вот к ней пришли на праздник, хочет вас поблагодарить тоже, дать своё предсказание. Пожалуйста, прочитайте, возьмите, сорвите листочек необыкновенный и прочитайте. Говорим, с другом меньше, а с Богом побольше. Сегодня такой хороший, чистый, красивый праздник. Брендовый праздник в селе Беломестное собрал немало гостей из соседних сёл и города Новый Оскол. И каждый нашёл здесь то, чего так не хватает в ежедневной деловой суете – простое и душевное общение. А ведь именно наша история, традиции и культура делают нас сильнее. Задавшись одним простым вопросом – а почему же наши дети, заканчивая институт, не возвращаются к нам домой, на свою родину? И вот с виду бы достаточно простой вопрос дал начало очень большой, серьёзной работы. Одним из направлений которых стало брендирование территории. То есть на тот момент у нас были уже яркие состоявшиеся бренды. Это дом, гуся, музей Первой конной армии, казачий стан. Но каждая достопримечательность, она должна быть узнаваема. А чтобы она была узнаваема, её необходимо сопроводить брендовым праздником. Причём ярким и запоминающимся, таким, чтобы он отличался от существующих. И вот такая работа была проведена по территориям всех поселений. И при этом очень большая роль отводится всё-таки ненавязываемым нам извне ценностям. А восстановлению покрупиться в нашей истории обряды, традиции, которые были на Руси очень давно. И поэтому все эти праздники, конечно же, направлены на то, чтобы сохранить всю нашу историю. И человек, который не знает свою историю, ну, конечно, он не будет любить свою родину. Беломестинские холодки приглашают всех гостей ровно через год. Праздник будет ещё ярче. Марина Шарабокова, Александр Шарабоков, ТВ, Новая Скол.